Бег на выносливость – один из видов испытания при сдаче норматива ГТО. Здесь, на центральном стадионе Югспорт, сегодня собрались 11-классники из разных школ города. Девушкам необходимо было пробежать 2000 метров, юношам – 3. И уже на первых минутах забега вперед вырвались две школьницы, напомнив присутствующим спортивную тактику Кирдябкиной на Олимпиаде в Лондоне, когда она на последних минутах спортивной ходьбы обогнала Ольгу Канискину. Здесь произошло то же самое. Евгения Масленникова с Мацесты обогнала соперницу на последнем круге и вышла в лидеры. При норме 9 минут 50 секунд она пробежала дистанцию за 9 минут 46 секунд. Просто девушка, которая передо мной бежала, я все время за ней бежала, а потом она как-то помедленнее стала. На последний круг, ну ладно, побегу. Бежала. А уже на спортивном поле 20-й школы ребята соревновались в метании. Школьницы рассказывали, что больше готовились к бегу, месяц тренировались. Поэтому-то отличные результаты в метании получались чаще у юношей. И то не у всех. Девушкам было сложнее. Мы проверяли свои силы. То есть золотые значки, все это как-то не нужно было. Хотелось просто знать, на что ты способен. В этом году более 700 учащихся выпускных классов сочинских школ сдадут нормативы ГТУ. Четыре из них обязательные, пять необязательных. Но если мы не сдаем необязательные, значит мы не получаем золотой значок. Они должны уметь прыгать с места, с разбега, наклон вперед, пресс, кросс бегут, три километра, два километра. Метают, стреляют и туристический поход. Борьба за золотой значок дается нелегко. Впереди еще стрельба, плавание, силовая гимнастика. В Атлерском и Лазарьском районах сдача нормативы ГТУ проводится также в период с 12 по 17 марта. Елена Авсецна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.